Сейчас в студии доброго вечера обладатель гран-при конгресса иллюзионистов господин Руденко Я вам нужен? Игорь, конечно! С удовольствием! С удовольствием! Так как я покажу фокусы на близком расстоянии, мне очень важно, чтобы кто-то стоял рядом и непосредственно видел. С удовольствием! Я это так, нравится? Я покажу, начну с карточных фокусов. В картах разбираются многие. Правда, вот никто не может поверить, как вот эта нормальная колода карт может поместиться вот в такую маленькую коробочку. Интересно. Подожди, только что большая была. Ну, конечно, только что была, но, тем не менее, видите, она уже стала вот такая. Давайте вот сюда, чтобы тричь была. Вот как, например, можно превратить вот эту колоду карт так, чтобы она поместилась в эту коробку? Просто нужно взять и уменьшить карты. Раз, два, три. И уже карты начинают уменьшаться. Видите, король уменьшился. Следующий момент. Так, интересно. Так, так, так. Перемешалось так. Да, конечно, да. А если мы сделаем так вот еще сильнее, смотрите, все карты сразу же станут маленькие. Мы их можем легко поместить в эту колоду карт. Правда, такими не очень удобно показывать фокусы, лучше вот такими. Они только что маленькие были. Конечно, они только что были маленькие, но теперь они стали большие. И теперь можно нормально показывать фокусы. Но, вам интересно, пожалуйста, подойдите ли... Маленькую карту мы тоже превращаем в большую и начинаем нормально показывать фокусы. Я не успеваю, так все сразу меняется. Хорошо. Большие карты, так. Давайте. Выберите одну карточку. Я выбираю большую карту. Так. Я показывать вам? Да, и сейчас нам потребуется еще карандаш. А вот он, пожалуйста. Так. Подпишите так, что все видели. Вот эту карту. Да, да, да. Вы не смотрите. Я вам могу не смотреть. Я с этой стороны, со стороны рубашки подписываю. Нет, со стороны лица. Со стороны лица. Да. Так, я сейчас пишу. Вот видите все, я пишу. Вот. Крестик ставлю. Нет, ну подпишите, что... Ну ладно, я пишу. Я пишу. Так. Отлично. Так. И теперь... Не показывай. Ну, это не важно. Я кладу. Вот теперь обратите внимание, как отличить вашу карту от всех остальных. По моему принципу, я должен увеличить эту карту. Правильно? Да. Сделать ее большой. Да. Сейчас я сделаю так, чтобы она была ровно в два раза больше всех остальных карт. Смотрите. Раз, два, три. Все карты маленькие. Только одна. Единственная. Стала большой. Вы видите? Теперь эти карты могут нормально, спокойно поместиться в эту коробочку. Ну, представьте себе, что если бы вы выбрали, например, не валета, а, ну, скажем, семерку. Вот что бы мне нужно было сделать с остальными картами? Наверное, их увеличить, чтобы она отличилась. Да, да. Сейчас буду смотреть, как это... Да. Смотрите. Как нужно это делать? Ну, я сделаю неожиданно. Я просто возьму их и еще уменьшу. Вот теперь они действительно будут отличаться от всех остальных карт. Видите, какие маленькие, маленькие, маленькие. Ну, давайте их по очереди увеличим. Вот видите, они теперь уже большие. И нормально могут поместиться вот в эту... Коробочку. Коробочку, да. А теперь я постараюсь вам объяснить, как маленькую коробочку вместе с картами пролететь в большую. Я перепробовал очень много способов. Вот. Но остановился самым надежным. Нужно пойти в магазин и купить большую коробку. Да. Я не буду рассказывать, как ловко нужно подменить маленькие карты на большие, но не в этом дело. Я просто покажу, как нужно создать иллюзию превращения маленькой карты в большие. Вот если у вас одинаковые две коробки. Да. Эту прячете, накрываете маленькую, говорите, раз, два, три, видите. Есть иллюзия, да? Есть, есть, так. Здесь маленькая, здесь большая. Раз. Чего-то не хватает, да? Чего-то не хватает. Ну, проблема всегда, куда деть маленькую коробочку карты, правильно? Я делаю так, смотрите, делаю раз, два, три. И постепенно, постепенно ее уменьшаю. А теперь уже эти карты можно достать и просить большие.